всем привет меня зовут только клушкова быть может вы знаете меня под ником мальганзоид и сегодня мы с вами порисуем что-то на велосипедную тему я уже вот даже накидала набросочек чтобы мы сами уложились как можно быстрее и вы не смотрели на процесс компоновки там этом особо ничего интересного нет потому что мы просто переносим с референса в скетчбук расположение предметов я примерно его накидываю то есть оно все у меня проработано не супер детально я просто накидываю где что находится чтобы понимать как все это обводить как это все размещать потом линером чтобы мне все примерно вот она находится тут накидываю себе эскизик мы сегодня с вами будем рисовать велосипед рядом с деревцем живописным таким с окном у нас очень контрастная интересная работа должна будет получиться потому что яркий насыщенный красный велосипед на фоне темного фона темной стены это будет очень красиво и так сочно смотреться я думаю что у нас получится очень классно давайте начнем с того что возьмем линию я беру 0 3 простой черный линер и начинаю это все вводить намечать что-то так как вы видите у меня достаточно не супер подробный эскиз я размечу разметила все но какие-то детальки я уже добавляю по ходу по ходу обрисовывания то есть например линия окна да вот я ее провожу она такая есть но где-то я размечаю что вот у нас у окна есть толщина что у нас вот есть такая-то расстекловка а листья например мы наоборот можем позволить себе упростить сделать там типа что-то бур-бур-бур-бур-бур-бур вот не прорисовывайте каждый листик просто наметьте какое-то общее расположение общую массу не зацикливайтесь на этом то здесь все очень легко к тому же самое главное это все-таки нас велосипед и вот его можно будет попрорисовывать более подробно пока пока я его рисую расскажу веселую историю на самом деле это я помню читала достаточно давно если я не ошибаюсь это какой-то итальянский художник был также все даже посмотрю у меня где-то записано так джан-лука джиммини вы можете прям погуглить у него был такой проект что он просил всех своих друзей и родственников там в общем людей с которыми он сталкивался нарисовать ему велосипед и предполагалось изначально когда он разговаривал там вообще в принципе в этом проекте впервые с друзьями фигуре ну типа если человек умеет достаточно хорошо ездить на велосипеде периодически ездить на велосипеде то он сможет легко его нарисовать потому что он понимает как он устроен но прикол в том что абсолютно все кто рисовал велосипед рисовали его не так как он в жизни не один из нарисованных велосипедов никогда бы не функции и это очень забавно кстати это действительно неплохая тренировка для ума и памяти попробуйте посмотреть на свой велосипед и потом нарисовать его без без фото просто вот просто по памяти попробуйте не думаю что получится возможно будет что-то приближено но тем не менее скорее всего это будет не стопроцентный велосипед что-то в нем будет не работать а пока вы можете попробовать себя в рисовании с натуры вместе со мной значит смотрите у нас вот крыло от грязи вещь которая прикрывает колесо смотрите какие-то вещи можно и нужно упрощать потому что мы все-таки рисуем скетч они супер-пупер детальную картину которая гипер реалистично это не наш случай наоборот где-то может быть даже какая-то небрежная линия что-то такое не заморачивайтесь что где-то линия будет не идеально вот она мне тоже не идеально и это абсолютно нормально можем где-то сразу булыжники прорисовать поставить наш велик вот спицы так спицы там на самом деле ведь она уже как-то специально расходится но на самом деле тоже можно как-то немножечко это упростить я знаю что там спицы они крест-накрест как бы немножечко идут можно попробовать как-то сделать вот в одну сторону и потом немножко в другую что не как бы вот пересекаются так будет более реалистично выглядеть но на самом деле вы можете прям сделать просто так это крест-накрест и не заморачиваться так тоже ок то есть мы все с вами понимаем что это колесо а не холодильник и термоядерный реактор мы с вами тоже рисовать не будем не на если хотите можете я я конечно не против так педальки нарисуем нарисуем раму я вот сейчас рисую велосипед и я прям чувствую как из прихожей мне мой велосипед который висит на стене говорит как же я почему ты рисуешь меня ощущение конечно надо бы его тоже нарисовать как-нибудь тут за одну окошечку прорисовываем идет смотрите когда вы будете накидывать эскиз и смотреть где что стоит вы самое основное построить это то где стоит наш велосипед вот это вот . да и потом смотрите что у нас есть две опорные точки это не проходит где проходят две оси от колес и потом уже вот по наклонам достраивать все остальное то есть например вот эта часть рамы она параллельно с этой то есть так вот эти люди там грубо говоря багажничек чуть-чуть вот тут вот он подходит он не параллельно он чуть-чуть под наклоном не знаю что почему так но рисуем как видим сидушка какая-то у нас тут что-то там происходит сильно не заморачиваемся намечаем самое основное потому что если мы будем прорисовывать каждую каждую детальку ну где-то через полгода мы с вами нарисуем велосипед мы хотим ложиться в более короткое временное окошечко так рисуем цепь я пытаюсь вспоминать всех выскребывать из из головы все знания велосипеде на котором я не каталась уже года два висит мне кажется мне там проклинает вися у меня в прихожей но что поделать так смотрим что тут у нас дальше так опять же ты тут кругу которую защитную но ведь как-то называется вот как она называет секс не помню ну как там ставим пальцев вверх колокольчик и подписываем как называется части велосипеда можете меня поправлять только не сильно это материте ладно договорились поправлять и ну так это аккуратненько так багажник рисуем все очень так легко ненавязчиво не супер-пупер заморачиваясь вы же видите что я не супер заморачиваюсь и вы не супер заморачиваюсь колесо у нас шина и это вот часть которую со спицами так сейчас вспоминаю как я вот такие спицы рисовала на у меня проект я там рисовала старые машины знаете там типа 1 ford эти вот все супер красивые которые вы можете увидеть в исторических фильмах и вот там там все надо было ну так очень реалистично красиво прорисовывать в какой-то момент если честно думаешь мне крышу поедет от рисования вот этих вот всех в спиц потому что там там колеса как раз еще со спицами у первых автомобилей недалеко от вас что поделать но зато конечно получается потом сильно интересно потому что детальки есть это интересно это взгляду есть за что заценивать то есть у нас всегда есть то как взгляд скользит по листу и ему интересно чтобы везде было немножечко по-разному то есть где-то он больше цепляется где-то меньше где-то он отдыхает а где-то он наоборот такой боже мой что это за потрясающая потрясающесть буду тут пять минут все рассматривать и чем больше всяких разных интеллект интересных элементов тем соответственно дольше глаз будет все это высматривать и тем более более интересно будет рассматривать людям ваши работы но приусвертствовать конечно тоже не надо сегодня не супер-пупер-киперерализм рисуем смотрите дерево можно просто как-то там упрощать вот вот она там идет что-то идет и идет вот так пошло сяк пошло что там как-то изогнулась супер достоверность этой сегодня не про нас немножечко где-то упрощаем где-то уплотняем где-то утолщаем где-то утончаем как грится я вам я никому не скажу что мы что-то чуть-чуть поменяли и вы никому не говорите это будет наш с вами секрет сегодня договорились что-то происходит что-то как-то в общем самое основное на месте и в принципе все то есть можно тут можно взять кстати можно взять потоньше например у меня 0 0 5 и прорисовать немножечко кору чтобы показать что это дерево понятно что она у нас там не совсем такая но мы будем пользоваться стереотипами здесь они нам на руку стереотипы когда вот у рисуете такую кору все таки понимают да это дерево далеко не на всех деревьев именно такая кора но сразу понятность это плюс 200 очков картинки это кстати один из таких лайфхаков которые очень можно хорошо пользоваться такой такая палочка-выручалочка что какие-то стереотипы нам очень сильно играют на руку потому что на самом деле иногда если вы будете проработать прорабатывать вот это вот дерево например да вот эти вот все к всю кривизну кто-то скажет ну так это не это точно ведь вот какие-то вот такие вот подсказки мозгу вы дадите все таки ну да дерево листья мы тоже очень относительно прорисовываем где-то вы можете найти вот листочек буквально два прорисовать дать понять что да это листья и там остальное можно думает же все но всю крону видите таким большим шариком когда на улице видите дерево круглая крова только шарик там пирамидального тополя это пирамидка вот и вы каждый листик все равно не видите вы видите общее пространство общую массу тут тоже самое накидываем общую массу надо рисовывать что-то до мельчайший деталек у нас какая-то узор на этом ящички ну мы тоже его можем себе позволить как-то пропустить я вот еще хочу предложить проработать несколько камешков чтобы показать что у нас брусчаткой вымощен вымощена улице делкать пол все таки не совсем по улице так тут у нас дверь но мы тоже это можем себе немножко позволить упростить потому что она уже не принципиально нам тут это тут уже вот проходит заканчивается принципе темно будет и я думаю что мы можем начать сейчас в цвете но сначала мы все стираем сейчас я все сотру так тут можно сказать было склейка перемотка как я все стерла и давайте поговорим про цвет нас на самом деле не так много цвета здесь но если вы посмотрите вот здесь у нас подсказочка световая у нас буквально всего два красненьких это будет светлый красный и темный красный на свету и в тени какие-то блики на велосипеде мы просто белым сделаем это не принципиально у нас есть синий синий фиолетовый это стена дома у нас есть оттенки коричневого разное это будет дерево корзинка сидушка шины велосипеда у нас будет зеленая листва соответственно это как она немножко отражается в окне и конечно же нам понадобится почти полная палитра серого потому что серый нам нужен всегда и везде где-то в тени и где-то металл показать в окне опять же мы тоже он нам понадобится на дереве немножко или соответственно это улица вымощенная какими-то булыжничками вот тут у меня все цвета они будут сумасы подписаны и я думаю можно приступать давайте сначала мы покрасим в красный наш велосипед потому что если мы где-то выползем за край за край линии мы потом это темным перекроем то что сначала идет красный дело просто закрашиваем все что у нас красная у нас серенький физически какой-то вот все что у нас там вышла за край вышло и вышло сейчас это вообще нет страшно я больше скажу это в принципе не страшно сидушка у нас коричневая будет можем сразу где-то темненьким пройтись здесь показать объем это тенюшечки в принципе у нас получается свет падает вот отсюда то есть на стене будут с этой стороны здесь у нас просто тень от другой части велосипеда так что у нас еще у нас еще серенький можно пройтись горю тут мы прям не боимся так как она у нас светлая на темном там потом скроется не боимся вылезать за края так темненьким проходимся по шинам у нас где-то совсем темная потому что дополним свет падает отсюда под этим крылом тоже темно темняем и сразу куда объем появляется уже сразу же кстати если захочется можно сразу же немножечко очертить пространство под мы его потом утемним еще утемним еще утемним и потом еще немножечко темно можно вот как-то вот так а можно сделать более гладенько как вам захочется смотрите сами мне нравится более мягко я люблю такое растажечки идут где-то нужно еще утемнеть что будет так нет пока давайте давайте вот пройдемся серым потом пройдемся коричневеньким потому что у нас уши есть убьем потом где-то мы еще это все успел высветлением белым карандашом и белой ручкой так что у нас дальше мы можем мы можем сразу же так давайте сначала светленьким пройдемся всегда сначала лучше проходить светленьким а потом утемнять что вот такого сиденья у нас мы совсем светлая можно сразу таким светленьким где-то по дереву пройтись у нас все такое знаете очень легкая не не заморачиваемся и не делаем супер реалистичность мы помним да просто показываем примерно объем оказываем что у нас есть тени корзинка плетеная будет у меня есть объем какая-то у меня есть фактура что там внутри лежит она у нас уже объемная 1 2 и объем готов так можем сразу же пройтись по нашей вот этой светлый светлому горшку кашпоп что-то там утемнить где-то пройтись по окну там видите у нас где-то светлая где-то потемнее тоже что-то происходит но мы не заморачиваемся на том чтобы реально все досконально прорисовывать поэтому мы просто говорим там что-то есть там у нас будет зеленая сейчас мы зеленая накидаем так же как у нас вот смотрите идет цвет зеленый самый светлый накидываем прямо то вы говорим там будут это что-то потемнее сразу добавляем тут тоже не переживаем если мы где-то за идем зачастую потому что у нас тоже будет все темнее у нас такая растековка что стекло светлым посветление она темненькая но посветлее чем рама в этой растековки что-то там дерево отражается что-то там отражается что-то там происходит отражается другие деревья там отражается что-то светлее что-то темнее все можете накидать сразу много цветов накидываем объем не делаем его супер проработанным нам это не надо мы говорим главное что что-то происходит мы потом еще добавим синенького чтобы сочеталось это все со стенами с цветом стен чтобы цвет стен не был по ощущениям не вываливался из-за нашей общей картины давайте кстати его тоже немножечко сразу добавим чтобы создалось ощущение что у нас уже все почти закончено еще нет но мы к этому идем вообще в идеале когда ваш скетч в любой момент может быть остановлен вот вы остановитесь и окей все скетч закончен это идеально поэтому чтобы вот так было лучше пытаться то тут то там то сяну то есть чуть-чуть стену дорисовали там чуть-чуть рисовали пол чуть-чуть порисовали велосипед за счет этого будет ощущение что у вас везде что-то происходит так вот где-то здесь уже все можно утемнять прям берем самый-самый темный это у нас сто двадцатый и такие фигачил самый-самый темный за счет этого наш велосипед кажется таким ярким таким сочным делаем растяжку потому что у нас стена неоднородно по цвету прямо с мазками можно сделать растяжку немножечко помягче также у нас не стоит не забывать что под кроной дерево тоже потемнее будет где-то там даже между листьев будет стена просвечивать смотрите у нас уже как интересно получается смотрите мы сейчас вот здесь утемняем все спицы мы потом беленьким цветом пройдемся так что не волнуйтесь сейчас у нас их не видно это нормально это маленькие места можно маленькой частью пройтись пулей хотя если вам дала то удобнее смотрите сами как вам удобно я уж точно не тот человек который будет вам настаивать на чем-то я только предлагаю ваш выбор это ваш выбор кому как удобнее я вот например обожаю все таки наконечник браш ну к сожалению не все цвета есть в таком варианте поэтому я и и дала то умею неплохо пользоваться все пригодится работа с любыми наконечниками она по своему хороша и важна так где-то мы можем сразу еще и постовую нашу утемнить можно взять я вот возьму единичку и сейчас найду тройку на самом деле вы можете взять любые серые которые вам нравятся просто главное чтобы это были все желательно все в одной линейке то есть это если теплое то теплое если холодное то холодно если в голубой то в голубой каме то в голубой каме то в голубой каме чтобы они сильно не перекрыли не спорили друг с другом у нас еще денежка ставим его можем показать что они у нас тоже вот эта кладка так еще еще утемняем дерево нас тоже тень падает тень от велосипеда всего тени стоит об этом забывать так так еще подуть граница очень такая относительная на самом деле между стеной и тротуаром я бы не сказала что она так уж и хороша видно так уж хорошо видно там все прям в черный уходит нам это стоит показать что вот там все темно чтобы контраст был более ярким чтоб вы понимали что будет ярко я вас не обманываю сразу покажу вот вот посмотрите у нас будет оп яркие штрешки будет сразу красиво хорошо смотрите все будет это 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 вы мне верили и едем дальше так сейчас все тоже утемняем можно даже знаете что еще чуть-чуть с черненьким поработать так у меня черненького то как такового нет я возьму самый темный серый почти черный они тоже где-то вот мы его можем точками вкраплениями в зелени сделать аккуратненько здесь уже нужно поаккуратнее все здесь у нас идет как же более финальная прорисовка если что всегда можно чтобы все поправить помните об этом если что-то кривенько то это не кривенько это живая линия помните об этом тут у нас тоже вот так смотрите давайте добавим синеньких наше стекло чтобы оно не было одиноки в плане бликов что пространство оно должно сочетать все все цвета которые там есть вокруг если у вас зеленая то оно что быть бликами и в остальных предметах которые вокруг у нас более или менее светло но мы сейчас все равно утемнем то есть где-то посветлее где-то потемнее будет так это не тот цвет так это у нас самый темный где-то тоже знаете просто как падает дерево тень листвы на стену так так утемняем утемняем ну и зелененький сейчас тоже добавим везде где сможем добавим везде цвет потихонечку появляется сразу более или менее картинка наша совершенно еще не закончена она смотрится более целостно нежели если бы мы рисовали все в одном месте то есть сначала мы бы нарисовали идеальный велосипед потом идеальное дерево я знаю что иногда такое удобно если вам прям так удобно ну кайф если это ваш стиль без проблем я точно не осуждаю но попробуйте паре попробуйте попробуйте по рисовать и вот в такой технике когда вы пытаетесь успеть везде и сразу кто смотрел фильм все везде и сразу вот представьте что у вас на голове енот который помогает вам рисовать кстати если не посмотрели фильм это абсолютно упоротый шикарный фильм очень советую он кайф так вот смотрите ох у нас как все вырисовывается то прям я вообще кайфую кайфую также смыть фиолетовенького синий фиолетовенького добавим смотрите моего в окно добавим да вот она у нас тоже есть где-то получим поутемняем окно как нам нравится утемнять я сегодня утемнительных дел мастер все в принципе всегда да ты от светлого к темному работаешь и просто утемняешь потом где надо темночки у меня что меня что водишь до идеала шучу идеала не существует так смотрите у нас уже какая-то более или менее целостная картина вырисовывается это прикольно что я хотела я хотела взять наш цвет стен вот этот вот синий фиолетовый и немножечко добавить его велосипед и в наше дерево как рефлекс что у нас состоит вместе рядышком в рефлексах это все будет из этого никак и за счет этого у нас получается что за счет этих рефлексов во первых получается более глубокий цвет более интересный цвет во вторых это дает то что у вас нет ощущения того что цвет цвета объекты живут отдельно друг от друга нет они существуют вместе и к тому же это сразу интерес более интересные тени более гармоничная работа ну и просто прикольно все чтобы было как-то объединю общими цветами это действительно хорошо смотрится еще давайте добавим немножечко прямо не стесняемся добавляем на раз-два так где тройка вот тут у нас чуть посветлее сейчас как бы падает свет не вот эта вот часть посветлее но мы еще тоже здесь поработаем кое-что мы просто высветлим где нам надо будет я надеюсь что мы уже движемся к финалу очень сильно я надеюсь что скоро мы закончим потому что мы же хотели быстрый скетч сделать быстрый скетч два года не делается к тому же особенно если вы рисуете что-то с натуры всегда надо стараться максимально быстро все сделать потому что солнце уходит дождь может пойти в любой момент иногда бывает просто очень мало времени например и конечно же попытаться сделать максимально быстро это здорово если получается ну и навык быстрого скетчинга он всегда вам пригодится вот мы берем зелененький это же добавляем его и в ствол и где-то в наши колеса и где-то в нашу стенку ну что должно быть с рефлексами потом утемняем давайте так еще давайте еще накидали вот мы накидали какую-то самую светлую часть листы накидываем более темную даем объем что все очень неравномерно делаем маркерами прямо вот чем хорошо дальше вы можете вот делать листочки и вот эти вот тени на кроне легким движением руки белый лист превращается в интересный скетч так тоже можем зелененького немножко добавить где-нибудь и дальше в красный классный сразу становится у нас сразу тень появляется так давайте темненьким еще прям самым темненьким тоже брашиком если у вас не брашик возьмите это лотом это делайте потому что все таки пулей вы будете это очень долго делать и стоит ли оно того если у вас есть браш то конечно делайте браш им это это еще и просто приятно что так вот иногда пуньк пуньк делаешь кайфуешь у всех разные представления о кайфе да так оп ну и вот у нас смотрите уже почти мы закончили сейчас мы утемним и поиграем немножечко с деревом и будем на супер-пупер финишной прямой и потом еще блики немножечко расставим потом еще скажем себе что мы большие молодцы тоже не стоит забывать важный в рисовании момент так помним да что если у вас там что-то перекрылась сейчас мы это потом светленьким вытащим еще немножечко теменем и вот давайте здесь тоже немножечко все-таки там растяжку сделаем чуть-чуть чуть-чуть на кайф да и вот здесь вот совсем белые пятна постарайтесь не оставлять потому что где-то это ок совершенно нормально в кроне это как будто блики на листьях но вот там где у нас прям совсем должно быть темно там все-таки лучше под закрасить то есть мы сейчас тут мы сейчас будем завершать утемнять все так что там это нормально потому что у нас дерево сейчас еще не достаточно темно это ок так прорисовываем еще немножечко тени ставим наш добавляем объем к камешкам смотрите берем наши коричневые разные так мне кажется мы даже сможем меньшим количеством возможно обойтись маркера нежели я планировала хотя давайте все в дело пустим утемняем не стесняемся тут проходимся совсем-совсем светлый что у нас там супер-пупер светлый фон фон говорю ствол и потом утемняем утемняем смотрите я намеренно взяла взяла сделать ствол более коричневых в более коричневых встах чтобы опять же было больше ощущения что это дерево более понятно чтобы это было на в оригинале у нас достаточно светлый вы можете брать какие-то светло-серые с оттенком коричневого цвета смотрите сами подбирайте то есть нет какой-то прям необходимости делать прям точно как я смотрите какие у вас цвета есть если у вас нет каких-то подходящих коричневых можно обойтись серыми они здесь тоже очень хорошо лягут абсолютно норм все-таки мы смотрим из того что есть никогда нет стопроцентного попадания в цвета например вот у меня вот очень хорошо попал ну я считаю что достаточно хорошо попал вот этот синий фиолетовый но вот темный он больше в синий уходит а не фиолетовый а должен в фиолетовый но тем не менее все равно он хорошо утемняет и подошел сюда как смог как смог так и подошел ну в принципе вот показываем что у нас тут как-то что-то происходит да сейчас я посмотрю взглядом окину взглядом нашу картину мне кажется здесь у синеньким девочка можно синий фиолетовый неким пройтись знаете чуть-чуть так вот я хочу еще подотемнеть немножечко вот здесь вот чуть-чуть покажем что там тень сделаем растяжку где-то можете показать уже что тени падают от кроны там от еще чего-то других деревьев и тем самым добавить какого-то знаете такого фактурности иметь лишение наши большие плоскости потому что большие плоскости они тоже хочется глазу чтобы они были немножко разноображены показываем фактурность вкладки там тоже что-то как-то все не равномерно да вот смотрите у нас в принципе уже основное все есть сейчас мы сделаем какие-то акценты белым карандашом и белым кривом маркером потрясли маркер вот показали что у нас корзиночка какая-то там такая что у нас блестит руль что у нас блестит сам велосипед да что металл вот красиво блестит что вот наши спицы уже как-то блестят седло тоже там поедена кожа на тоже немножко блестеть вот наша цепочка вы можете даже не все спицы равномерно прорисовывать потому что какие-то более в тени какие-то более больше на солнце поэтому можете просто вот накидать накидать спиц для понимания кстати также мы можем немножечко показать что брусчаточка тоже может бликовать на солнце да и создавать фактурочку тоже это у нас сразу что-то интересное добавляется еще тут еще тут ну как смотрите оживает работа да блестит так давайте пройдемся немножечко по листве и она у нас тоже где-то блестит наша растековка шлистики где-то у нас даже дерево может немножечко быть но так как дерево не может прям сильно бликовать у нас блики такие у них рассеянные будут потому что она же фактурная но при этом она не металл не блестит такими яркими бликами но просто где-то светлее где-то темнее вот это добавляем ощущения а показываем окно самым простым способом просто вот говорим что там блики там они не совсем такие но это вот такая же обманка для мозга как и прорисовать дерево с фактуркой в принципе такая же схема показываем немножечко еще нашу зелень делаем ей блики блики и в принципе наш велосипед готов я думаю получилось очень даже неплохо такой симпатичный легкий скетч где все понятно что вот велосипед вот дерево вот окно вот стена вот красивая кладка улицы и все это у нас получилось таким достаточно простым лаконичным но в то же время интересно у нас есть где сцепиться глазу есть что где просматривать есть где что пододумывать рассматривать что глаз у нас движется по всему листу задерживается где-то где-то расслабляется то есть у нас есть очень простые части работы какие-то есть очень сложные я вот еще знаете что сейчас увидела хочу немножечко подправить колесо вот здесь ну как вам я надеюсь вам понравилось я думаю что у вас получились отличные работы до новых встреч я надеюсь встретимся в следующем уроке всем пока пока а